Привет, красотки! Вы периодически в комментариях пишите мне, мол, Catrice, Essence, Mega Prevolution и другие наши любимые бюджетные бренды, это, конечно, хорошо, но хотелось бы что-то новенькое увидеть. Я вас слышу, я вас слушаю, я всё это, естественно, наматываю на аус, и именно по этой причине сегодня мы будем с вами рассматривать новый для канала бренд, который называется Absolute New York. Он делает ставку, насколько я помню, на простоту использования, на массовость в хорошем смысле слова, то есть, по идее, их продукция будет интересна визажистам и обычному пользователю. Со всей продукцией должно быть приятно и удобно работать, должен быть эргономичный дизайн и так далее. В этом видео мы как раз с вами затестим продукцию этого бренда и попытаемся ответить на вопрос, достоин ли он нашего внимания или нет. Первая вещь, о которой я хочу поговорить, это вот такая вот подводка, которая называется Starry Eye Shimmer Liquid Eyeliner. Вот так вот выглядит. Упаковка реально эргономичная, довольно-таки стильная. И оттенок мой Lunar. Девчонки, именно эта подводка сейчас у меня в макияже использована, и по сути, это такой плотный, стойкий, жидкий глиттер. Мне кажется, смотрится очень празднично, довольно-таки броско, насыщенно, и для светлого оттенка пигментация просто крышеснос. Единственное, что здесь аппликатор жёсткий, то есть, вот эта вещь не гнётся, и нарисовать стрелку с его помощью не так уж легко. Я лично дорисовывала хвостик при помощи скошенной тонкой кисточки, то есть, я её сюда вот прислоняла, соскребала вот эти вот частицы глиттера, и потом дорисовывала кончик. В общем и целом, вещь хорошая, реально стойкая, реально просткая, вы сами видите, сияет, обращает на себя внимание. И финальным результатом я очень довольна. Карандаш для бровей, который называется Super Slim Point Fine Brow Pencil. Формула не слишком жирная, не слишком сухая, что мне лично нравится в этом карандаше. Он не делает слишком такую гусеничнообразную, мега зарисованную бровь, но при этом он не скребёт вашу кожу при использовании. Он достаточно тёмный, и для меня он даже немножко темноват. Но всё равно, мне кажется, финальный результат с его использованием сегодня получился очень даже ничего. Здесь удобная щёточка для бровей, тоненькая такая, прямо стильная. Сам по себе он, кстати, очень стильный внешне. Если вам принципиально тот факт, чтобы карандаш был максимально тонким, если при этом вам нужна также в карандаше удобная... Где она? Удобная щёточка, вот такая вот. То в целом, эта вещь, скорее всего, вам понравится. Но учтите, как я уже и сказала, самого карандаша здесь не так уж много. То есть объём продукта небольшой. Perfect Pair Duo Parfait. Gradient Lip Duo. Представляет собой двухсторонний, соответственно... Ух ты, ё-моё, я его смазала. Жаль, жаль. Так вот, представляет собой двухсторонний карандаш для губ. Здесь более тёмная подводка и здесь более светлая, выкручивающаяся помада. Помады, опять же, не так уж много. Но если вы помадоманьяк, такой же, как и я для вас, это вообще не принципиально. Сам по себе продукт интересный, хотя мы с вами уже такое видели и у Catrice, и у Essence, по-моему. Одно время были даже в моде вот эти вот помады, которые внутри помады самой содержат уже и тёмный светлый оттенок. Если вы помните, о чём я, напишите, пожалуйста, об этом где-то в комментариях. Пигментации здесь мне недостаточно. Она не блесковая, и блесковой помаде я бы простила вот эту вот полупрозрачную формулу. Она именно классическая кремовая, но при этом на губах она смотрится как недостаточно пигментированная светлая нюдовая помада. Вот самая близкая, с чем я могу её сравнить. Подводка вот эта мне нравится гораздо больше. Она жирненькая, такая пигментированная, справляется со своей задачей, легко распределяется, тушуется и так далее. Возможно, всё дело в том, что это слишком светлый оттенок, и сейчас на контрасте с моей чуть загорелой кожей помада смотрится не лучшим образом. Именно поэтому она кажется мне такой не самой удачной нюдовой помадой. Если вы давно на канале, вы определённо помните, что в линейке Essence Long Lasting было несколько светлых оттенков, в нюдов линейке I Love Nude, было несколько оттенков помад, которые были симпатичными и интересными, но на губах они смотрелись точно так же, как вот эта. Да, её можно заюзать, но она не ложится как масло, она не распределяется прямо идеально. Поэтому вы понимаете, о чём я говорю. Просто я уже избалована помадами Catrice, вот последней линейкой, недавних новинкой, Demi Matte. Вот у тех пигментация просто крышеснос, у любого оттенка, самого светлого, пигментация просто выше всяких похвал. Здесь помада нормальная, но без восторгов. Целые две палетки теней нам с вами предстоит рассмотреть. Первый из них выглядит вот таким вот образом, называется Icon Mini. Внешне она очень симпатичная, напоминает маленькие нюдовые палетки от Urban Decay. Зеркало удобное, всё чётко отражает. Меня, правда, не отражает, потому что я сегодня вампир. Так вот, девчонки внутри, естественно, нюдовые оттенки, повседневные. Мы все такие оттенки видели миллион и один раз. Я думаю, никого эта палетка не удивит. Но они такие все универсальные. Они все хорошие, они все юзабельные. Сегодня в моём макияже вы видите вот этот оттенок и вот этот вот матовый. Пигментация выше всяких похвал. Они реально ложатся как масло, легко распределяются, хорошо держатся, с ними приятно работать, они не пылят. В целом, это хорошо собранная, юзабельная такая рабочая повседневная палетка. С ней будет удобно путешествовать, она не побьётся в вашей сумке. Плотненькая. Так вот, сама по себе она классная, как я уже и сказала, качество теней тоже достойное. И в целом, я не знаю, что ещё про неё можно сказать. Все эти оттенки, опять же, вас не удивят, но они универсальные, будут хорошо работать, вне зависимости от вашего тона и подтона кожи. И палетка Icon Pro. Здесь, естественно, объём гораздо больше, чем у той. И теней тоже прямо сильно больше. То есть есть где разгуляться, есть разные варианты. Когда я впервые на неё посмотрела, я подумала, о чёрт снова. То есть мы возвращаемся к той теме Makeup Revolution, когда в одной палетке миллиона, одна вариация одного и того же оттенка коричневого. Но нет. Как бы это странно ни звучало, все вот эти вот даже матовые коричневые оттенки, они различаются. По крайней мере, когда вы в макияже их используете, вы видите разницу. То есть, к примеру, вот этот вот коричневый, он гораздо более красный в макияже. То есть с красноватым по тону. Не то чтобы он красный, но просто он такой глиняный коричневый. Этот более серый, такой грязный коричневый. Вот этот чуть розоватый коричневый. То есть для разных макияжей подойдут разные оттенки вот этих вот матовых коричневых. Тут также есть вообще такой смесь хаки коричневого. То есть вот когда вы смотрите, скорее всего, вы думаете, чёрт возьми, они все одинаковые. Но, повторюсь, они не одинаковые. Тут есть светлые матовые оттенки, тут есть идеальные переходные оттенки для складки века, типа вот этого. Здесь есть металлизированные сероватые, бронзоватые, золотистые оттенки. Если вы обычный пользователь, если вы бьюти-маньяк, я не думаю, что эта вещь для вас необходима, учитывая то, что здесь реально много теней и, по сути, никому не нужно столько нейтральных оттенков. Но если вы визажист и вы делаете макияж на других людях, то это, мне кажется, отличное капиталовложение. Здесь качество у теней шикарное. Они все пигментированные, они все такие жирненькие, они стойкие, с ними приятно работать. Они легко тушуются, легко наслаиваются, перемешиваются между собой. Тут достаточно много базовых оттенков, но также есть такие акцентные, интересные, к примеру, вот этот дуахром, который сейчас у меня на веке нанесен. Кстати, сейчас у меня на подвижном веке вот этот дуахром ближе ко внутреннему уголку и ближе ко внешнему уголку вот этот вот бронзовый металлизированный оттенок. Да, сияние здесь не такое интенсивное, как у фольги в палетке Make a Revolution, Carmi Make Magic, естественно. Но именно поэтому она гораздо более универсальная. То есть не все любят сиять, как новогодняя елка. И вот эту палетку можно легко будет использовать для макияжа невесты, к примеру. Либо для повседневного такого корпоративного или даже вечернего макияжа леди в возрасте. Если вы что-то у этого бренда пробовали, пожалуйста, поделитесь своим опытом внизу в комментариях. Если вы и дальше на канале хотите видеть обзоры косметики этого бренда, тоже расскажите об этом внизу в комментариях. Спасибо огромное за просмотр, всем отличного настроения. Улыбайтесь чаще и до скорых встреч. Пока!